Аудиокниги Мария Корелли Варава Часть первая Глава первая Догорал длинный, знойный южный день. Тяжелая жара была невыносима. Земляные полы тюрьмы источали ядовитое зловоние, отравлявшее небольшое количество проникавшего с воли воздуха. Царил глубокий мрак. Только тонкий светящийся лучик, скромный посланник пышущего жаром солнца, пробивался в одну из камер через небольшое отверстие вверху. Но свет раздражал узника, и он с проклятиями отворачивался, закрывал лицо скованными руками, кусая губы в бессильной злобе, пока рот не наполнялся кровью. И хотя арестант часто впадал в такую ярость и смотрел на солнечный луч, мечом резавший плотный тюремный мрак, как на заклятого врага, светящийся столбик был не бесполезен узнику. По нему он судил о времени. Когда луч появлялся, начинался день. Исчезал, и ночь вступала в свои права. Существование в каменном мешке было мукой. Каждый новый день не приносил ничего хорошего. Заканчиваясь, он оставлял обитателя подземелья в еще большем, чем вчера, животном отупении. Но слепящие глаза свет мучительно напоминал о внешнем мире и не давал окончательно забыться. Заключенный здесь человек выдержал бы сияние яркого восточного солнца в открытом пространстве. Никто не бросит такого смелого взгляда на огненный шар, царящий в синеве неба. Но в смрадной темнице эта тоненькая струйка света, излучаемого дневным светилом, казалась узнику воплощением вызова и злой насмешки. Корчась на подстилке из грязной трухлявой соломы, он отодвигался подальше, в темноту, проклиная и судьбу, и людей, и Бога. Он был не один. В угол, где он ежился, как дикий зверь, была вмурована железная решетка, граничащая с таким же каменным мешком. Через эту решетку к нему тянулась изможденная грязная рука. Пошарив в темноте, рука, наконец, нашла и потянула край его рубища. Слабый, хриплый голос позвал. «Варава». Он прогнулся быстрым, гневным движением. В цепи его зазвенели. «Чего тебе?» «Про нас забыли», — простонал жалобный голос. «Я умираю от голода и жажды, и проклинаю тот час, когда связался с тобой». Варава молчал. «Ты помнишь?» — продолжал тот же голос. «Какое сегодня число?» «Все ли равно?» — отозвался Варава. «Месяцы или годы прошли с тех пор, как нас сюда заточили. А ты знаешь?» «Восемнадцать месяцев прошло со дня убийства фарисея», — ответил сосед. «Сейчас идет пасхальная неделя». Варава не выразил ни удивления, ни интереса. «Помнишь ли ты обычай Пасхи?» — продолжал невидимый собеседник. «Один преступник, выбранный народом, должен быть отпущен на свободу. Ах, если бы это был кто-то из нас! Если невинность — заслуга, то выбор падет на меня. Бог моих отцов — свидетель, что мои руки не запачканы кровью. Я, фарисея, не убивал. Немного золота — вот все, что я хотел». «И разве ты его не взял?» — прервал его Варава. «Лицемер, разве ты не ограбил фарисея, сняв с него все до последнего украшения? Тебя схватили, когда ты зубами рвал с его руки золотой браслет. Не прикидывайся невинной овечкой. Ты злейший вор в Иерусалиме». За решеткой послышалось рычание разъяренного зверя. Затем, после некоторого молчания, опять раздался стон. «Весь день без пищи и ни капли воды. Я скоро умру. Умру в темноте и смраде». Стенания переходили в виск. «Туда тебе и дорога», — устало сказал Варава. «Зато каждый, кто имеет золото, может спать спокойно». «Ты демон, Варава». Через решетку просунулась сжатая в кулак рука. Потом бледно искаженное злобой лицо притиснулось к прутьям. «Клянусь, я буду жить хотя бы для того, чтобы дождаться того часа, когда тебя поведут на казнь». Варава молча отодвинулся подальше от злобного соседа и, глянув вверх, облегченно вздохнул. Ослепительно золотое сияние сменилось мягким красноватым светом. «Закат солнца», — бормотал он. «Вот час, который она любит. Она пойдет с рабынями к колодцу и будет отдыхать и веселиться. А я... Я... О, бог мести! Я никогда не увижу ее лица. Полтора года в этой могиле и никакой надежды на избавление». Узник резко встал, и голова почти коснулась потолка темницы. Кандалы снова напомнили о себе громким брецанием. Поставив голую ногу на выступ стены, Варава приник к щели, откуда пробивался горячий свет заходящего солнца. Но мало что было видно ему. Огороженная небольшая площадка с сухой выжженной земли да одинокая пальма с чахлыми листьями. Пристально вглядываясь, он старался различить что-то в туманной дали, но, истомленный долгим вынужденным постом, не смог удержаться и опустился на землю, продолжая мрачно следить за розовым отблеском солнца на полу. Этот свет падал и на его лицо, оттеняя нахмуренные брови и темные негодующие глаза, освещал голую грудь и блестел на массивных железных наручниках. Склокоченные волосы и спутанная борода делали узника похожим на дикого зверя. Он был почти раздет. Бедра опоясывал кусок полуистлевшей ткани, подвязанной грубой веревкой. Хотя было очень жарко, узник дрожал в этом душном мраке и, уронив голову на колени, пристально и упорно, как филин, смотрел на солнечный луч, который с каждой минутой бледнел, угасая. Днем луч был ярко-красный. «Как кровь убитого мной фарисея», со зловещей улыбкой подумал Варава. Теперь же он стал бледно-розовым, как румянец зардевшейся красивой женщины. От этого сравнения узник содрогнулся и до боли сжал руки. «Юдивь, юдивь», — прошептал он, «дорогая юдивь». И, прижавшись лбом к скользкой стене, замер, как каменное изваяние. Последний отблеск солнца пропал, и темная мгла укрыла все. Ни один звук, ни одно движение не выдавали присутствие человеческого существа в этом ужасном месте. Только изредка слышался шорох, пробегающих по полу мышей, и снова воцарялась тишина. Глубокая, мертвая. А небеса облекались в свое ночное величие. Просыпаясь, звезды белыми хрупкими лилиями выплывали в необъятное, темное, словно гладь озера пространство. Но в щель темницы была видна лишь одна маленькая звездочка. Показавшаяся на горизонте, серебристая луна еще не заглянула в тьму камеры, чтобы сочувственным бледным светом озарить заключенного. Одинокий и невидимый, он боролся с физическим и нравственным недугом. Стена, на которую он опирался, была обильно полита слезами. Глава вторая Медленно тянулось время. Вдруг ночную тишину прервал какой-то неясный шум. Он, как прилив моря, начинался издалека и, приближаясь, зловеще гудел, делался все громче и громче, ударялся о стены темницы и отражался от них, умноженный эхом. Уже были различимы отдельные голоса, топот множества ног и лязг оружия. Хрипло спорили, свистели, кричали. Извительный с издевкой голос спросил, «Скажи, пророк, кто тебя ударил?» Раздался оглушительный смех, виск, гиканье, улюлюканье. Потом толпа ненадолго угомонилась, притихла в ожидании конца спора, возникшего между начальниками. Через несколько минут гул возобновился и медленно покатился мимо тюрьмы, постепенно замирая, как удаляющиеся раскаты грома. Но пока он был рядом, в подземелье загремели цепи, скованные руки слабо застучали о решетку, и голос, говоривший прежде, опять позвал. «Варава». Ответа не последовало. «Варава, ты слышал проходящую толпу?» Снова молчание. «Варава, собака!» Сосед яростно заколотил по решетке. «Ты глух к хорошим вестям. В городе мятеж. Долой закон, долой тирана, долой фарисеев, долой всех!» Он рассмеялся. Смех его походил на хрип. «Нас освободят!» «Свобода!» «Подумай, Варава!» «Тысяча проклятий тебе!» «Ты спишь или умер!» Но он напрасно бил кулаками по решетке. Варава был нем. Луна, между тем, подкатившаяся к середине небосклона, заглядывала в каменный мешок и окутывала призрачным светом фигуру неподвижного Варавы. «Варава!» Раздраженный слабый голос соседа стал сильнее от злобы. «Ты не внимаешь хорошим вестям, так слушай же плохие. Послушай твоего друга Ганана, который лучше тебя знает коварство женщин. Зачем ты убил того фарисея?» «Он говорил правду. Ты глупец, а твоя юдивь!» Позорное слово не успело слететь с его языка. Я, безучастный до сих пор Варава, внезапно и молниеносно, как лев, кинулся к Ганану, схватил его через решетку за руку и стиснул с такой бешеной силой, что чуть не сломал. «Еще раз произнеси это имя, и я вырву твои разбойничьи руки и оставлю для воровства одни плечи». Лицом к лицу, почти невидимые друг другу, они яростно боролись. Наконец, страшно крича от боли, Ганан высвободил руки и рухнул в темноту камеры. Тяжело дыша, Варава бросился на свою грязную подстилку. «Что, если это правда?» Он скрежетал зубами, каждая его жилка билась в нервном напряжении. «Вдруг вся красота Юдифи?» «Только искусная маска, за которой скрывается коварство и подлость?» «О, Бог!» «Тогда она в тысячу раз хуже меня!» Уронив голову на руки, влюблённый узник старался разрешить загадку собственной натуры, своих страстей, сильных и неукротимых. Но это было так трудно, что понемногу его мысли стали рассеиваться, и он впал в забытье, сладостное после недавней сердечной боли. Сжатые в кулаки ладони раскрылись, дыхание стало ровным, и, вытянувшись во весь рост, он заснул. А ночь торжествовала. Луна и звёзды спокойно следовали своим законам. Молитвы разных людей, говорящих на разных языках, исповедующих разные религии, поднимались от земли к единому для всех небу. Молитвы о милосердии, прощении и благоденствии для того человечества, которое само не обладало ни милосердием, ни умением прощать? С волшебной быстротой тёмные небесные своды стали бледно-серыми. Луна тихо скрылась, и звёзды погасли одна за другой, как лампы после праздника. Наступило утро. Варава продолжал спать, повернувшись в сторону проникающего в тюрьму утреннего света, и тихая улыбка сменила прежнюю суровость его лица. Над нечесанной густой бородой виднелся нежный изгиб губ. Отпечаток былой степенной красоты лежал на широком лбу и закрытых глазах. Этого спокойно спящего, нераскаившегося преступника можно было принять за невинную жертву жестокой судьбы. В наружном дворе тюрьмы зашумели, задвигались. Варава сначала слышал это сквозь сон, но шум всё усиливался, и арестант нехотя открыл глаза и приподнялся на локте. Прислушавшись, он различил брецание оружия и мерные шаги людей. Пока он вял и размышлял, что бы это могло значить, звуки приблизились и, наконец, затихли у его камеры. Повернулся ключ в замке, со скрежетом отодвинулись огромные засовы, дверь распахнулась и хлынул такой яркий свет, что узник невольно поднял руки к глазам, словно защищая их от удара. Моргая, как ночная птица, он привстал. Перед ним стояла группа сверкающих металлом доспехов римских солдат, во главе которых был офицер. Рядом стоял тюремщик. «Выходи!» Варава смотрел сонно, непонимающе. Вдруг за решеткой раздался визгливый крик. «Я тоже! Я невиновен! Отведите и меня в суд! Будьте справедливы! Не я убил фарисея, а Варава! Не оставляйте меня здесь!» Никто не обращал внимания на эти вопли. Офицер повторил, глядя на Вараву. «Выходи!» Очнувшись, наконец, тот приложил все усилия, чтобы исполнить приказание, но мешали тяжелые цепи. Видя это, офицер отдал распоряжение солдатам и через несколько минут оковы с ног арестанта пали. Ганан продолжал вопить. Оглянувшись на стражу, Варава слабым голосом сказал, «Прошу вас, дайте воды и пищи этому человеку». Начальник конвоя взглянул на него с удивлением. «Ты ничего не просишь для себя?» сказал он. «Сейчас у иудеев Пасха, и мы разрешим тебе все, что благоразумно». Он засмеялся, и его люди дружно подхватили смех. В глазах Варавы стояла тоска пойманного зверя. «Сделайте это из милости», пробормотал он. «Я тоже голоден и жажду, но Ганан слабее меня». «Эй, тюремщик, накорми крик левого разбойника», приказал офицер и, быстро повернувшись, стал во главе своего отряда, плотно окружившего Вараву. Все вышли из тюрьмы. Глава третья Во дворе все остановились в ожидании, пока откроют ворота. Там, по ту сторону ограды, была свобода. Варава издал хриплый стон и, задыхаясь, поднес скованные руки к лицу. «Что с тобой?» спросил один из конвоиров и ткнул его копьем в бок. «Не может быть, чтобы ветерок так подкосил тебя». А Варава и в самом деле зашатался и упал бы, если бы воины с руганью и проклятиями не подхватили его и не поставили на ноги. Лицо арестанта смертельно побледнело. Белые губы над всклокоченной бородой скривились, он едва дышал. Офицер все понял. «Дайте ему вина», сказал он кратко. Приказ был тотчас исполнен, но зубы обессилевшего узника были стиснуты и вино каплю за каплей пришлось насильно вливать в рот. Скоро грудь Варавы поднялась с глубоким вздохом возвращающейся жизни. Глаза широко раскрылись. «Воздух, воздух, чистый воздух, свет», восторженно стонал он. Потом, почувствовав прилив сил от выпитого вина, рассмеялся. «Свободен, я свободен». «Замолчи, собака», прервал его в восторге офицер. «Кто тебе сказал, что ты свободен? Посмотри на наручники и отрезвись. Вперед, солдаты!» Тюремные ворота со скрипом выпустили их, и равномерный шаг конвоя, испотыкающийся арестанта, эхом отдавался на улицах, по которым они проходили, а затем и под сводами подземного хода, ведущего прямо в зал суда. Ход этот был длинный, каменный, освещаемый такими тусклыми светильниками, которые, казалось, только усиливали глубокую темноту подземелья. Мрак здесь был почти такой же, как в темнице, и ворава запинался на каждом шагу. Чудное видение свободы улетучилось. Его вели на казнь. Какого милосердия мог ожидать преступник от могущественного Пилата, прокуратора Иудеи, убив одного из немногих в этой стране друзей римского правителя? Будь он проклят, этот фарисей! Его манер, его самодовольную улыбку, его холеные руки с огромным перстнем на указательном пальце, все детали роскошной пышной одежды, осанку, отличавшую его от других людей. Все это ворава вспомнил с отвращением. Ему опять представился тот момент, когда, сваленный на землю сильным точным ударом ножа, фарисей лежал, обливаясь кровью. В лунном свете глаза Габриаса казались белыми от переполнявшей его ненависти к убийце. Насильно отнятая жизнь взывает о мести. Ворава это понимал. Но казнь, применяемая к опасным преступникам, была так страшна, так жестока, что ворава содрогнулся от предчувствия предстоящих ему страданий. Если бы, как убитый им фарисей, расстаться с жизнью в одно мгновение. Но быть растянутым на деревянных брусьях и часами мучиться под лучами палящего солнца... Одной мысли об этом было достаточно, чтобы привести в ужас даже храброго человека. Поэтому ворава с трудом переставлял ноги. Голова его кружилась, глаза слезились, в ушах гудело. В приближающемся вое разъяренной толпы он расслышал свое имя. Встревоженный арестант стал заглядывать в лица солдат, но по их невозмутимым чертам не мог узнать свою участь. Сквозь брецание, оружие и шум шагов снова послышалось «Варава! Варава!» Очевидно, жестокая толпа как всегда требовала казни. Для озверевшей толпы нет ничего приятнее агонии человека. Ничто не вызывает такого злорадного смеха, как отчаяние и страх жертвы, приговоренной к мучительной медленной казни на кресте. От этой мысли крупные капли пота выступили на лбу арестанта. Медленно двигаясь вперед, он молча молил о внезапной смерти, но ему предстояло быть объектом насмешек толпы, ждущей чужой смерти как развлечение. Все ближе становился гул, прерываемый паузами молчания, и во время одного такого затишья путешествие подошло к концу. Арестанты-стражники оказались в огромном зале, разделенном на два квадрата, один почти пустой, другой плотно заполненный людской массой, которую с трудом сдерживал от проникновения в просторную половину римский отряд с центурионом во главе. Когда появился варава в окружении конвоя, ни один взгляд любопытства или участия не обратился к нему, внимание народа привлекал другой узник, какого еще не бывало в человеческом судилище. Допрашивали такого обвиняемого, который никогда не давал ответа смертному человеку. С чувством облегчения варава начал сознавать, что, пожалуй, его страхи были напрасными. Никто не требовал его казни. Заразившись всеобщим напряженным любопытством, он, насколько мог, вытянул шею, чтобы лучше следить за происходящим. Под роскошным судейским балдахином восседали члены Синедриона. Некоторых из них варава знал. Первосвященника Каиафу и его родственника, тоже первосвященника Анну. Но среди высокопоставленных лиц он с удивлением увидел маленького, худенького, сморщенного менялу, известного всем в Иерусалиме и всеми проклятого за бессовестное ростовщичество и жестокость. «Как сюда попал этот подлец?» подумал варава. Потом его глаза остановились на человеке, чье строгое лицо не раз являлось ему в тюрьме. Понтий Пилат, наместник римского цезаря, суровый посредник между жизнью и смертью, выглядел бледным и очень усталым. Черты лица его застыли, но рука теребила осыпанную драгоценными камнями печать, висевшую на груди. Под низко спадавшими складками судейской мантии одна нога в сандалии нетерпеливо постукивала по полу. Хотя сегодня Пилат больше походил на грустного вельможу, чем на жестокого тирана, все же строгий профиль и твердость поджатых тонких губ прокуратора не предвещали никакого мягкосердечия. Пока Варава размышлял об этом, страшный крик вдруг потряс воздух. «Распни! Распни его!» Варава вздрогнул. Чью жизнь так яростно просили? Не его ли? Нет, толпа его по-прежнему не замечала, все взгляды были обращены в другую сторону. Вытянувшись всем телом в том же направлении, Варава в восторженном удивлении затаил дыхание. Все величие, все великолепие ясного дня, весь свет, льющийся из огромных окон, сосредоточились в облике второго узника. Такой лучезарности, такой силы, такого сочетания совершенной красоты и могущества Варава никогда не встречал, да и не думал, что такое возможно. Он смотрел так, словно его душа превратилась в одно чувство зрения. Он прошептал, кто этот человек? Никто ему не ответил. Варава не сводил глаз с божественного существа, стоявшего молча, с видом покорности закону, с легкой таинственной улыбкой на губах и смирением, ожидая того приговора, который он сам постановил. Освещаемый солнцем, он был спокоен, как мраморная статуя. Белые одежды, падая назад с плеч ровными красивыми складками, открывали руки, скрещенные на груди, и в этой позе видна была загадочная непреодолимая сила узника, величие, власть, неоспоримое превосходство. Все это торжествовало в чудном и несравненном образе. Крики толпы возобновились с еще большей яростью. «Распни его!» Далеко, в самых последних рядах, выделялся женский голос, серебристый и звонкий. Этот сильный красивый звук еще больше подстегнул азарт разъяренных людей. Поднялась суматоха. Крик, вой, свист. Пилат сердито и повелительно встал и повернулся к народу. Когда он поднял руку, гул понемногу смягчился, постепенно замирая. Но прежде чем воцарилась полная тишина, тот самый юный сладкий мелодичный голос теперь с веселой ноткой прозвенел еще раз. «Распни! Распни его!» Задорный смех горячей волной окатил сердце Варавы. Его он слышал раньше, при других обстоятельствах. «Скажите, какое зло он совершил?» Вопрос прокуратора и реакция на него толпы отвлекли Вараву от приятных воспоминаний. Стены судилища затряслись от страшного воя, насмешек, громового, звериного бешенства. Мужчины, женщины, дети, все принимали участие в этом хоре. К ним присоединились первосвященники, старейшины и расположившиеся прямо на полу песцы. Пилат резко повернулся и, сдвинув брови, окинул грозным взглядом высокий суд. Первосвященник Каиафа, встретив этот взгляд, слащаво улыбнулся и мягко сказал, как бы делая приятное предложение, распни его. Действительно, хорошо бы его казнить, пробормотал Анна, толстый родственник Каиафы, из-под лобья глядя на Пилата. Почтенный правитель будто колеблется, но ведь этот изменник далеко не друг Цезаря. Пилат не удостоил их ответом. Он сел в свое кресло и стал пристально смотреть на обвиняемого. Какое зло он совершил. Правильнее было бы спросить, какое зло он мог совершить, разве был хоть малейший признак греховности на этом открытом, красивом и мудром челе. Благородство и правда запечатлелись в каждой черте молчаливого узника. Кроме того, в нем было нечто такое, что страшило Пилата, что-то невыговоренное, но бесспорно существующее. Чрезвычайное величие, казалось, его окружало и от него исходило. И это тем более пугало, потому что было глубоко скрыто. Пока взволнованный правитель изучал спокойную величественную осанку загадочного обменяемого, размышляя над тем, как лучше поступить, Варава также пристально смотрел на него, все более чувствуя удивительное волшебное очарование человека, которого народ хотел убить. Любопытство предало в Араве храбрости, и он спросил одного из солдат, «Скажи, пожалуйста, кто этот пленный царь?» «Царь», солдат захохотал, «Да, он называет себя царем иудеев, и за эту шутку поплатится жизнью». «На самом деле он сын Столяра, он поднял бунт и убеждал народ не подчиняться закону, кроме того, он вращается в среде закоренелых мошенников, воров, мытарей и грешников, обладает искусством колдовства. Люди говорят, что он может внезапно исчезнуть в тот момент, когда его ищут. Но вчера он даже не пытался скрыться. Его без труда схватили около Гефсимании, один из его учеников помог нам. Одни говорят, «На заре сумасшедший», другие «Одержим дьяволом». Но как бы то ни было, он сегодня умрет. Варава слушал неверя. Этот царственный человек, сын простого столяра? Нет, это невозможно. Ему вдруг вспомнилось, что еще до его заключения ходили странные слухи, что некий Иисус творил чудеса, лечил больных и коллег, возвращал зрение слепым, проповедовал бедным. Утверждали даже, что какого-то Лазаря, умершего и похороненного, он спустя три дня воскресил из мертвых. Но эти слухи опровергали фарисеи и книжники, заявляя, что Чернь невежественна и суеверна, а он, умея лечить тяжелые болезни, пользовался огромным влиянием среди народа в своих целях. Варава не мог припомнить всего, что рассказывали об Иисусе. Полтора года, проведенной в тюрьме, многое изгладили из памяти, тем более, что в своем жалком состоянии узник думал только о собственном несчастье и представлял образ любимой. Теперь же он не мог думать ни о чем другом, кроме как о судьбе того, с кого не сводил глаз. И пока Варава так пристально вглядывался, ему показалось, что зал суда вдруг расширился и наполнился ярким ослепительным сиянием, которое исходило от фигуры Иисуса. Крик изумления вырвался из груди Варавы. «Нет, нет», забарматал он, «Вы не можете, не смеете дух!» «Такого человека не может быть! Он Бог!» Один из солдат больно ударил его по губам. «Молчи, дурак!» Пытаясь сковаными руками стереть хлынувшую кровь, Варава вдруг почувствовал, что Иисус смотрит на него. Прежде никто не одаривал Вараву таким взглядом. Жалость и нежность были в нем. Он всем телом подался вперед, чтобы быть ближе к тому, кто так необыкновенно мог смотреть на людей. Ему хотелось броситься к ногам этого нового друга, чтобы своей грубой животной силой защитить его ото всех. Но частокол обнаженных копий не позволял и надеяться на подобное. Один из книжников, высокий и худой в темной одежде, встал и, раскручивая свиток пергамента, монотонно начал читать обвинения, наспех составленные еще накануне вечером в доме Каиафы. Тишина, внимание и ожидание воцарилась в толпе. Пилат слушал, нахмурившись и прикрыв рукой глаза. Во время пауз ясней становился шум улицы, веселый голосок поющего ребенка звучал радостным колокольчиком. Солнце, стремящееся к зениту, освещало то яркую кокетливую повязку на женских волосах, то блестящий лад римского солдата, и только члены суда оставались в холодной, тусклой белизне, а пурпурные занавеси, на фоне которых они восседали, казались украшением величественных похорон. Чтение обвинительного заключения закончилось, а Пилат все молчал. Наконец, убрав руку, которая прикрывала свои глаза, он накинул весь Синедрион долгим хмурым взглядом. «Вы привели сюда этого человека. В чем вы его обвиняете?» Каиафа и Анна возмущенно переглянулись, после чего Каиафа с выражением глубоко оскорбленного достоинства и как бы даже с вызовом сказал. «Все слышали обвинения, и вопрос почтенного правителя странен. Разве нужны еще свидетели? Если бы этот человек не был злодеем, его не привели бы сюда?» Он богохульствовал. «Вчера вечером во имя всемогущего Бога мы спросили, он ли Христос, Сын Вечно Благословенного?» И он смело ответил «Я». И увидите Сына Человеческого, грядущего на облаке с силой и славой великой. Разве он не заслуживает смерти? Шепоток одобрения пронесся среди священников и старейшин, но Пилат сердит откинулся в своем кресле. «Вы говорите притчами и только распространяйте заблуждение. Обвиняемый сказал о себе, что он Сын Человеческий, а вовсе не Сын Божий». Каиафа побагровел и хотел возразить, но справившись с собой, продолжал с циничной улыбкой. «Ты удивительно милости, Пилат. Твой государь не упрекнет тебя в слишком строгом правлении. По нашим законам тот, кто богохульствует, подлежит смерти. Но если в твоих глазах богохульство не преступление, что ты скажешь об измене? Есть свидетели, которые клянутся, что он подстрекал против платежа Дани Цезарю. К тому же он лжец. Он надменно заявил, что разрушит святой храм, так что камня на камне не останется, и в три дня построит новый и большой храм. Такие сумасбродные речи возбуждают народ. Вдобавок он обманывал чернь, делая вид, что творит чудеса, хотя это просто ловкие фокусы. Наконец он въехал в Иерусалим с торжественностью царя. Тут Каяв обратился к Анне. Ты, Анна, можешь рассказать об этом? Ты был там, когда устроили это возмутительное шествие? Анна выступил вперед, сжимая руки и с показной честностью опустив свои бесцветные фальшивые глаза. Свидетельствую перед законом, что я сам видел, как народ встречал этого изменника на дороге из Вифании, с приветственными возгласами устилая его путь ветками пальм и маслин, даже своими одеждами, как перед всемирным победителем. Люди кричали «Асана, благословен грядущий во имя Господне, Асана в вышних!» Я был страшно удивлен и обеспокоен и сразу же пошел к Иафе, чтобы рассказать ему про дикие противозаконные действия толпы, про эту непристойную выходку черни, честовать царскими почестями сына простого столяра из Назарета. «Разве он из Назарета?» спросил кто-то из старейшин. «Я слышал, что он родился в Вифлееме иудейском, и что царь Ирод Великий будто бы узнал о различных чудесах, свершившихся при его рождении». «Это слухи», торопливо заверил Анна. «Все знают, что он из Назарета, его родители живут там». Пилат слушал молча. Доводы Каиафа и Анны были обычным пустословием членов Синедриона, которых он не любил. Он знал, что они искали только собственные выгоды и блюли лишь собственные интересы, а главная причина, почему они возненавидели Назарейского пророка, был страх. Страх, что их власть поколеблется, их законы пошатнутся и их авторитет в народе исчезнет. Они видели, что этот узник, кто бы он ни был, думал самостоятельно. Для власть придержащих нет ничего более страшного, чем свобода мысли, свобода совести и презрение к общепринятому мнению. Пилат сам чего-то боялся, не так, как иудейские священники, но все же. Он старался не смотреть на Назарея, высокая фигура которого, казалось, излучала сверхъестественный свет, контрастирующий с бледностью и холодностью судей. Не поднимая глаз, он напряженно думал, но решить ничего не мог. А время шло. Синедрион изъявлял нетерпение. Пилат чувствовал, что молчать больше нельзя, что надо говорить и действовать. Он медленно повернулся к обвиняемому, который тотчас поднял голову и встретил беспокойный взгляд прокуратора с великим терпением и бесконечной нежностью. Пилат задрожал, но, пересилив себя, громко произнес, «Иисус Назарей, ты слышишь, в чем тебя обвиняют?» Человек в белоснежной одежде медленно и с царственной свободой стал приближаться к Пилату. Яркие лучи солнца, падающие из высокого окна, подчеркивали бронзово-золотистый оттенок его волос. Не отводя глаз от своего судьи, он смиренно улыбался, заранее прочая ему еще несовершенное преступление. Но он не произнес ни слова. Пилат был в ужасе. Ледяной холод проник в его жилы. Он невольно встал и попятился, хватаясь за золоченую резьбу своего судейского кресла. Приближение существа в белоснежном одеянии наполнило душу прокуратора безумным страхом. Ему вспомнились в которых божество, внезапно явившееся людям, уничтожало их одним дыханием вечного величия. Миг, который Пилат простоял рядом с божественным обвиняемым, показался ему вечностью. С поразительной ясностью перед ним мелькнуло все его прошлое, и, как темная туча на горизонте, возникло предчувствие чего-то неминуемого и ужасного в будущем. Не сознавая, что делает, прокуратор закрыл лицо руками, как бы защищаясь от жестокого и сильного удара. Члены Синедриона с удивлением смотрели на этот животный страх, охвативший римского правителя. Один из старейшин, черноглазый хитрый старик, быстро притиснулся к нему и, тронув за плечо, тихо сказал, «Что с тобой, Пилат? Тебя хватил удар, или ты сошел с ума? Прошу тебя, поспеши с приговором, время идет, и на Пасху было бы неплохо исполнить волю народа. Что тебе этот преступник? Вели его распять, он изменник, называющий себя царем, но у нас нет иного царя, кроме Цезаря. Спроси его, правда ли, что он хвастается своей силой?» Пилат смотрел на непрошенного советчика, и ему казалось, что он видит скверный сон, и злые духи нашептывают ему о непроизносимых преступлениях. Усталый и с похолодевшим сердцем, судья все же сознавал, что нужно продолжить допрос узника. Облизав пересохшие губы, он спросил едва слышно, «Ты ли царь иудейский?» Сначала ответом было молчание, потом голос приятнее самой чарующей музыки сказал спокойно, «Ты говоришь от своего имени или так про меня сказали?» Лицо Пилата покраснело, а руки судорожно ухватились за спинку стула. Он сделал нетерпеливый жест головой и резко ответил, «Твой же народ и твои первосвященники привели тебя ко мне, так что ты сделал?» Внутренний свет ярче озарил глубокие ясные глаза Назарея, таинственная улыбка еще яснее проступила на его лики. Этим взглядом и этой улыбкой он уже давал ответ, красноречивее всяких слов, который гласил, «Что я сделал?» Я пришел на землю к людям, чтобы сделать их жизнь сладкой и отнять у смерти «Теперь есть надежда для всех и рай для всех и Бог для всех и урок любви божественной и человеческой воплощенной во мне осветит землю навеки вечные». Но эти великие истины остались непровозглашенными, как слишком трудные пока для человеческого понимания. Обвиняемый медленно ответил «Мое царство не от мира сего. Если бы оно было от мира сего, то мои слуги дрались бы, чтобы не отдать меня в ваши руки, но пока мое царство не здесь». И он поднял голову и посмотрел на высокое окно, за которым сияло солнце. Вид Иисуса был проникнут таким величием и такой силой, что Пилат снова пошатнулся, потрясенный чувством неодолимого страха, сжимавшего его сердце. Священники и старейшины, слегка подавшись вперед, внимательно слушали ответ пленника. Иронически улыбаясь, Каиафа что-то сказал Анне. Пилат неохотно продолжил допрос, притворяясь спокойным и равнодушным, он спросил, «Значит, ты царь?» Божественный узник бросил лучистый взгляд на тех, кто с таким судорожным нетерпением ждал, что он скажет, и спокойно и пристально глядя в глаза Пилата ответил, «Ты сказал». И когда он произнес эти слова, солнце озарило божественное чело таким радужным сиянием, что, казалось, сами небеса венчали Иисуса. Пилат молчал. Члены Синедриона возмущенно шептались, «Какие еще нужны доказательства? Он сам произнес себе приговор, он признался в измене, да будет он предан смерти». Солнечные блики скользили по белому одеянию пленника, сливаясь с ярким светом, исходящим от него. В глазах у Пилата помутилось, в висках тупо стучало и ломило, он почувствовал беспредельную усталость. Красота человека, который стоял перед судом, была слишком впечатляющей, чтобы не оставить неизгладимого следа в душе прокуратора. Пилат понял, что, осудив его на смерть, он совершает великое преступление, о последствиях которого страшно подумать. Он хорошо понимал, какую активную роль играли в происходящем первосвященнике Каиафа и Анна, добившиеся привлечения проповедника нового учения к суду, знал, как и с чьей помощью они достигли этого. Один сумасбродный молодой человек, Иуда Искариот, сын богатого ростовщика, приятеля Каиафы, примкнул к ученикам Иисуса Назарея. Легко было догадаться, что, недовольный и венезапной приверженностью любимого чада к какому-то незнакомцу, старик по наущению первосвященника употребил весь свой родительский авторитет, чтобы убедить сына предать учителя. Повернувшись к совету, прокуратор спросил, где Иуда? Старейшины и священники беспокойно переглянулись, но ответа не дали. «Вы мне говорили, что Иуда привел стражу к тому месту, где скрывался Назарянин», медленно продолжал Пилат. «Активный участник поимки должен быть здесь. Я хочу знать, что он скажет про человека, за которым сначала следовал, а потом вдруг предал его. Приведите Иуду ко мне». Анна подобострастно согнулся. «Молодой человек бежал из города, он впал в какое-то буйное помешательство. Вчера поздно ночью он явился к нам, громко оплакивал свои грехи и хотел вернуть те серебряные монеты, которыми ему оплатили оказанные услуги». «Мы старались успокоить его, но он с бешенством бросил перед нами деньги и исчез». «Странно», сказал Пилат. Отсутствие Искариота было ему крайне неприятно. Ему очень хотелось узнать, почему этот юноша внезапно изменил своему учителю, но теперь, когда это оказалось невозможным, прокуратор почувствовал себя еще более угнетенным. Его окутал глубокий мрак, в нем он различал большие огненные круги, которые, постепенно уменьшаясь, стягивали голову горячим обручем. Это ощущение все усиливалось, мешая дышать и смотреть, хотелось куда-то бежать и громко кричать, чтобы избавиться от этого кошмара. Но вдруг невыносимое страдание прекратилось, словно чье-то свежее дыхание коснулось пылающего лба прокуратора. Подняв глаза, он увидел, что кроткий взор обвиняемого устремлен на него с выражением такой бесконечной нежности, любви и милосердия, что ему вдруг открылся смысл новой жизни и безграничного счастья. Путь его прояснился. Обращаясь к первосвященникам и старейшинам, Пилат твердо и решительно произнес, «Я не нахожу вины в этом человеке». Оставив напускную сдержанность, Киафа вскочил и яростно закричал, «Ты с ума сошел, Пилат! Назарей возмущает народ, учит везде, что…» Анна, вытягивая свою длинную худую шею, торопливо перебил зятя. Он вводит знакомство с одними только мытарями и грешниками, а всем благочестивым открыто обещает ад. Здесь присутствует раввин Миха, который слышал все это. «Говори, Миха, правителю мало наших показаний, чтобы вынести приговор этому мошеннику и богохульнику». Старый раввин с темным сморщенным лицом и жестокими глазами немедля встал и вынул из-за пазухи несколько вощенных дощечек». «Эти слова записаны мною. Я своими ушами слышал их в храме. Молодой фанатик не стеснялся проповедовать свои вредные теории даже в местах, отведенных для молитв. Посудите сами, разве его слова не дышат ненавистью?» И, поднеся дощечки к самым глазам, он стал медленно читать. «Горе вам, книжники и фарисеи, что затворяете Царство Небесное, сами не входите и желающих задаете. Горе вам, книжники и фарисеи, что поедаете имущество вдов и лицемерно долго молитесь. За это примите тем больше осуждения. Горе вам, книжники и фарисеи, что обходите море и сушу, дабы обратить хоть одного, а когда это случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые и говорящие, если кто клянется храмом, то ничего, а если кто клянется золотом храма, то повинен. Безумные, что больше, золото или храм, освещающий золото? Горе вам, книжники и фарисеи, что уподобляйтесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей и всякой нечистоты. Порождение змея ехидны, как избежите вы осуждения? Тут Миха остановился и победно взглянув на окружающих, заметил все тем же монотонным голосом. Воистину, для того, кто всячески старается внушить народу, что он кроток и миролюбив, эти слова достаточно резки и полны злобы ко всем представителям порядка и закона. В них мало кротости, зато много самолюбия и досады. Легкая улыбка скользнула по лицу Пилата. В душе он преклонялся перед смелостью человека, который не побоялся обличить ложь и лицемерие в самом храме, там, где они более всего торжествовали. «Говорю тебе, Миха, тебе, Каиафа, и тебе тоже, Анна», произнес прокуратор решительно, «никакой вины в нем я не нахожу». «Выслушай меня, почтенный Пилат», раздался дребезжащий дряхлый голос, принадлежащий маленькой уродливой фигуре старого ростовщика. «Выслушай, прошу тебя», сказал он с нескрываемым волнением, «разве ты поставлен здесь не для того, чтобы соблюдать справедливость и защищать обнаженных и угнетенных?» «Говорю тебе, великий прокуратор, этот человек злоумышленник, лжец и изменник». Тут старый негодяй остановился, чтобы набрать побольше воздуха, так как задыхался от переполнявшей его ярости. «Этот лживый пророк два дня тому назад вошел в храм и увидев меня на обычном месте, а ты знаешь, благородный Пилат, я бедный, честный человек, как сумасшедший набросился на меня и, схватив твердой рукой, стал сечь веревочным кнутом». «Он меня высек», взвизгнул ростовщик, «и выгнал из святого места. Его уста были полны богохульства и проклятий. Он сказал, «Мой дом — это дом молитвы, а вы из него сделали разбойничий вертеп». «Ты понимаешь, Пилат, он назвал своим храм, так же, как объявил себя царем иудеев. Распни его, почтенный правитель, распни во имя Бога и высеки, пусть горда и порочная кровь на заре течет потоками из его жил». Пилат холодно улыбнулся. «Захарий, ты поведал мне о хорошем поступке этого человека. Ты давно заслуживал розги, и теперь, когда ты наказан, многие из твоих несчастных жертв в Иерусалиме возрадуются». Смех раздался в Совете, но быстро умолк под сердитым взглядом первосвященника Каиафы. Захарий отошел гневно бормоча, а Пилат спокойно продолжал. «Более чем когда-либо я убежден, что нет вины в этом проповеднике и защитнике бедных, и нет причины его казнить, а потому, по обычаю Пасхи, я его отпускаю». «Народ тебя растерзает за такое необдуманное решение», горячо воскликнул Каиафа. «Невинный человек, занимавшийся своим ремеслом, публично высечен, а ты, правитель иудеи, не находишь нужным это прекратить?» «Ты не друг Цезаря, если отпустишь виновника этого злодеяния. Кроме того, народ хочет освобождения варавы, который совершил преступление по неосторожности. Он сюда приведен по моему приказанию и ждет освобождения». «И напрасно», резко сказал Пилат. «Клянусь всеми богами Рима, он будет распят». «Свободу в Араве? Видно, у вас совсем нет памяти. Разве не он поднял бунт против римского правления? Не он проповедовал гораздо худшие вещи, чем этот невинный назарянин? Наконец, разве не он убил одного из ваших фарисеев, Габриаса, человека-ученого и знатного. Вы из зависти хотите уничтожить благородную жизнь и сохранить подлую. Вы подговорили народ, но теперь я сам обращусь к нему и возвращу ему того, кого он называет царем иудеев». И встав со своего кресла, Пилат стал спускаться с возвышения, на котором размещались члены суда. Каиаф хотел было ему помешать, но Пилат отстранил его, и первосвященник сидел смущенный, скрывая бешенство. Его белые руки были стиснуты до боли, украшение на груди быстро поднималось и опускалось в такт учащенному дыханию. Его тесть Анна тоже был совершенно уничтожен решением правителя и неподвижно смотрел в одну точку. Зато Захарий, давая волю своим чувствам, раскидывал руки и бил себя в грудь. «Нет больше справедливости в Иерусалиме. Горе, горе детям Авраама, попираемым железным каблуком Рима, горе нам, рабам языческого тирана и притеснителя». И в то время, как тот восклицал и раскачивался своим худым безобразным телом, божественный узник вдруг пристально на него посмотрел. Быстрая перемена произошла в поведении ростовщика. Он перестал кричать и съежился, но все-таки шепотом продолжал произносить проклятие. Иисус следил за ним и благородный гнев ненадолго омрачил ясность его чела, но тень справедливого негодования исчезла быстрее, чем появилась. Его лицо опять приняло выражение смиренного спокойствия и терпения. Божественные глаза еще пристальнее стали смотреть вверх, как бы ища поддержки в великолепии яркого солнечного света. Между тем к Пилату подошел старик с белой бородой, всеми уважаемый член Синедриона, и обратился спокойно и сдержанно. Верь мне, Пилат, ты не совсем благоразумен в этом деле. Из одного человека ты хочешь обидеть и народ, и первосвященников. Даже такой бунтовщик и разбойник как Варава менее опасен для общества, чем этот молодой проповедник нового учения, который, пользуясь своей красотой и физической силой, пытается заставить тебя отменить исполнение закона. Много таких к нам приходит из Египта, своими фокусами и краснобайством, они покорят народ, заставляя простодушных верить в свои сверхъестественные силы. Но даже самые опасные мятежники не заходили так далеко, как этот назарянин. Ведь он собирал вокруг себя всю сквернейшую чернь Иудеи и обещал ей одной рай. Он объявил, что легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому человеку войти в Царство Божие. Своим нелепым учением он прямо доказывает, что даже великий цезарь не избегнет вечного ада. Если такие понятия распространятся в Иудее и что еще хуже по другим провинциям и даже в Риме, то твой государь тебя же обвинит за слишком большую снисходительность. Берегись, добрый Пилат, милосердие тебе очень к лицу, но как бы оно не вытеснило разум. Прокуратор слушал поучение с явным нетерпением, его прямые брови от раздражения сошлись в одну линию, он запальчиво сказал, возьмите его и судите по своему закону. Мы не имеем права приговаривать кого-либо к смерти, вступил в разговор Каяфа, ты поставлен над нами Цезарем и к тебе мы обязаны обратиться за правосудием. Толпа вдруг зашевелилась, нехоть раздвигаясь, чтобы дать пройти новому пришельцу, худенькому черноглазому юноше в бледно-голубом плаще. В молодом человеке, настойчиво пробирающемся сквозь толпу, Пилат узнал слугу своей жены, но не мог понять, что привело его сюда. Подойдя к возвышению, посланец преклонил колено и подал прокуратору свиток. Пилат быстро взял его и, прочитав, изменился в лице. Вот что сообщала ему жена, одна из красивейших женщин Рима, гордая и бесстрашная юстиция, питавшая самое глубокое презрение ко всем и всяческим обычаям и предрассудкам. Не делай ничего этому праведнику, я сегодня во сне много пострадала за него. Отпустив слугу, правитель иудеи нервно скомкал письмо и задумался.